Федеральные льготники до 1 октября должны определиться, как они хотят получать госгарантии в натуральном виде, в качестве набора соцуслуг или в качестве денежной компенсации. Подробнее об этом нам расскажет гость, заместитель начальника отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области Ольга Жвавая. Доброе утро, Ольга Анатольевна. Доброе утро. Каких граждан можно отнести в категории федеральных льготников? Ну, если говорить о законодательном уровне, то, конечно, все те граждане, которые пользуются льготами по законодательству на федеральном уровне из федерального бюджета. Если говорить по категориям, то к этой категории отнесены ветераны войны, члены их семей, несовершеннолетние узники, большая категория лиц пользуется правом по Чернобыльскому закону, также граждане из закона по маяку, семипалатинский полигон и граждане из подразделения особого риска. Вот это если говорить о крупных таких категориях, а вообще там внутри каждого законодательного акта очень много еще категорий. Сейчас, как я понимаю, они получают льготу в натуральном виде. Вот что это за пакет услуг? Все федеральные льготники, которые поимели право на установление ежемесячной денежной выплаты раньше, чем 2005 год, с 2014 года и ранее, они уже получают этот набор социальных услуг либо в натуральном виде, либо в денежном выражении. Если говорить о натуральном виде, этот набор социальных услуг, то он состоит из трех частей. Это лекарственные препараты, это санаторно-курортное лечение и это бесплатный проезд на железнодорожном транспорте. Три составляющие. Каждый из льготников может выбрать ту или иную льготу в натуральном виде, либо полностью все и получать их в натуральном виде, либо все-таки определиться и выразить свое желание заменить эти льготы, если они не пользуются ими в натуральном виде, на денежное выражение. И до какого числа это можно сделать? Те граждане, которые не определились еще и являлись уже давно получателями ежемесячной денежной выплаты, они должны определиться до 1 октября текущего года. К сожалению, законодательство построено так, что право выбора предоставляется в течение года, который будет действовать только с 1 числа января, года следующего, за годом в котором определился гражданин. А если гражданин не определяется? Если гражданин не определяется, то его денежная выплата будет осуществляться с учетом набора социальных услуг в натуральном виде. То есть он сможет обратиться к своему лечащему врачу в случае необходимости каких-то обеспечения какого-то препарата лекарственного, либо пользоваться проездом на железнодорожном транспорте. А вот, допустим, если они все-таки выразили свое желание, чтобы льготы были заменены на денежный эквивалент, вот сколько, допустим, будет выделяться на медикаменты или на проезд? Да, конечно. Каждая услуга, предоставляемая в натуральном виде, она имеет свой, как вы правильно сказали, эквивалент в денежном выражении. Если говорить об общей сумме набора социальных услуг, то на сегодняшний день она составляет 930 рублей. Из них более 700 рублей – это лекарственные препараты, 110 рублей – это санторно-курортное лечение, и чуть-чуть свыше 100 рублей – это проезд бесплатный на железнодорожном транспорте. Ольга Анатольевна, а как вы считаете, каковы преимущества денежной компенсации? Говорить о преимуществах денежной компенсации, конечно, наверное, нет оснований, потому что у каждого человека своя жизненная ситуация. Как правило, если это отдаленный район, где нет, допустим, железнодорожного сообщения, абсолютно человеку нет смысла пользоваться льготами в натуральном виде по бесплатному проезду. Правильно? Потому что он не сможет им воспользоваться. Поэтому в этом случае ему, конечно, есть смысл подать заявление об отказе от льготы именно в этой части и получать денежный эквивалент. При этом он может сохранить право на льготы, например, в натуральном виде в качестве получения лекарственных препаратов. А как проходит эта процедура? Отказы, допустим, от социальной услуги и перевод на денежный эквивалент? На этом, конечно, следует остановиться и обратить внимание всех федеральных льготников, что если они уже сделали свой выбор раньше, и они не хотят менять своего желания, то им в территориальный орган пенсионного фонда обращаться не следует. У них останется выплата в том же порядке, как получали в этом году. Если гражданин впервые стал федеральным льготником в 2014 году, либо он хочет изменить свое желание и, например, возобновить предоставление услуг в натуральном виде ранее отказывался, обязательно необходимо подать заявление, заявление установленной формы об отказе от набора социальных услуг, если вы хотите получать компенсацию в денежном выражении, и, наоборот, заявление о возобновлении натуральных, предоставлении набора социальных услуг в натуральном виде, если появилась необходимость получать их льготы эти в натуральном виде. Надо, конечно, сказать, что заявление подается на сегодняшний день не только, может быть, подано в территориальный орган по месту жительства, но и в многофункциональные центры, которые на сегодняшний день находятся не только на территории города Челябинска, но и в большей части уже во многих городах Челябинской области. Ольга Анатольевна, большое вам спасибо за то, что вы к нам пришли и поделились этой, на мой взгляд, полезной информацией. А я напомню, в гостях у нашей программы была заместитель начальника отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области Ольга Жвавая. Доброго утра всем, уважаемые жители города Челябинска и Челябинской области. А мы вернемся в студию через пару минут.